Приветствую всех на своем канале, любители парфюмерии. Сегодня здесь будет, конечно, много парфюмерии, но я сейчас готовлюсь снимать видео, потому что столько у меня идей, и все-таки надо приступить к практической части этих идей, все-таки заснять видео. И я собираюсь, решила, во-первых, поздороваться, взять вас с собой, поболтать про парфюмы, показать, в общем, чем я крашусь, и приступать уже к снятию видео. Так, я купила себе новую пудру Studio Fix Mac. Посмотрите, у меня их тут куча, 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 куча. И это даже еще я, нет у меня третьей руки, чтобы показать вам, что куча у меня еще лежит в косметичке. Жара такая у нас началась, вот смотрите, когда я покупаю, когда у меня вот, в принципе, вот такой ободочек остается, но я иногда его как бы вот такой кисточкой выбираю. И началась жара, и я еще с большим удовольствием стала пользоваться этой пудрой. Вот она у меня же закончилась, поехала я купила в Mac, но что вы думаете, я не нашла свой оттенок. Обычно я везде беру, захожу N5, N5, его нет. Боже мой, я просто в шоке. В общем, подбирала я новый оттенок. В общем, новый оттенок пользуюсь. Я, в отличие от, скажите мне, от холодного время года, я спонжиком наношу, который здесь вот внизу лежит. Но когда жара, я к чему начала? Что началась жара? Когда жара, я только наношу вот такой спонжем, кистью. Не спонжем, а кистью. Вот тогда она ложится прозрачно, не залипает плотно, не ложится, и мне этого вполне достаточно. Она так классно себя ведет. Ну ладно, я не буду расхваливать, потому что я боюсь, что я буду тяжело искать ее вообще в сетях. В общем, не знаю, что с поставками, но может быть просто не было моего оттенка. Обычно всегда он был. Вот. И она вот так мягенько ложится. Вот. Единственное, что немножко на носик, я беру спонжик этот и немножечко вот так вот прохожусь вот здесь, где будут у меня румяшки. И этого мне достаточно. Потому что в жару у нас до такой степени жарко, душно, вечером иногда дожди бывают, что вот только волосы помыла, хочется их собрать, чтобы ничего на шее не лежало. И тональные все как-то вот, я чувствую их тяжело и грузно. С этой пудрой кожа, моя кожа дышит, мне очень нравится. Так, румяшки я наношу. И к чему я это все веду? К тому, что макияж летом, он легкий, он такой быстрый. Вот. Буквально для освежения румяшки. И я сейчас вам покажу. Во-первых, парфюм у меня вчера был. А сейчас покажу какой. Я так балдела. Вот в этом аромате. Сейчас покажу секундочку. Немножко тут я переборщила. Но это все легко убирается. Легким взмахом. Кисточкой с пудрой. Я вчера была целый день в Домроса от Liquid Imagineris. Я просто, знаете, вот кайфовала сама от себя. Как мне нравится этот парфюм. Какой взрыв свежести. Я его сейчас летом ощущаю таким грейпфрутовым. Он как шампанское. С резким стартом грейпфрута. У меня, кстати, и цитрусовый грейпфрут. Такой самый-самый любимый цитрус. Я обожаю. Я вот бывает даже кожуру грейпфрута вдыхаю. И мне какой-то такой, ну, не знаю, релакс у меня. Розочка такая классная. В общем, он в меру свежий. В меру сладкий. Хотя розовую не люблю, но здесь она просто шикарная. Балдела. Часов пять он на мне держался. Все-таки в жару ароматы немножко сходят. Так, хочу накрасить губки и поговорить с вами. Купила я крем. Я, наверное, вам сделаю вставочку. Я сегодня уже нанесла до макияжа. Уже с вами не наносила. Очень интересный крем. И я вот уже второй день хожу с ним. Нравится мне кожа такая мягенькая. Я, кстати, умывалку новую купила. Тоже я в восторге. Но я ее пользуюсь буквально там два-три дня. Немножко дольше ее протестирую. Но мне она нравится гораздо больше, чем я покупала Миша. Наверное, я уже покажу вам в следующих каких-то видео. Крем я вставила. Закончился у меня крем для лица. И я себе купила новый. Тут, по-моему, сейчас я посмотрю, я выбросила. В общем, осталась я с фирмой Farmstay. Это тоже. Это только премиум система. И премиум, что тут написано? Премиум крем. 50 мл с улиткой. Крем по моим предпочтениям на лето. Я хотела себе такой не сильно жирный. Чтобы, в общем, была такая легкая эмульсия. Но при этом, конечно же, увлажняющая. Отзывы. Она говорит, девчонки брали. Уже пользовались в магазине. Покупали. Так, тема гавкает. Не обращайте внимания. Сказали, что эффект вау. Так вы знаете, как нанесли на лицо. И тут же такой лифтинг эффект. Возможно, из-за вот этого эмуцина у литки. Сейчас я покажу его консистенцию. Потому что я в магазине смотрела на мажорную ручку. Она, кстати, очень интересная сейчас. Вот тут конструкция. Крышка такая добротная. Вот. Смотрите, какая консистенция. Консистенция такого... Немножечко такого слизечки. Но у меня когда-то был такой крем от фирмы... Как-то же он... Скинхаус, по-моему. Я осталась в полном восторге. Поэтому я когда увидела вот такую консистенцию... Вот. Я просто... Да, да. Очень он приятный. Сейчас намажем на руку. Пахнет он как-то так... Очень свежо с таким легеньким эффектом. Что-то такого... Зеленого чая. Но запах вообще ненавязчивый. Ой, ручки мягенькие. В общем, буду я и тестировать. Выглядит. Еще я выключила камеру. Потом смотрю, что это здесь. Там такое золотые какие-то частички в креме. А это, оказывается, у нас с золотом. Где же написано Gold Snail. В общем, я нанесла... Сейчас покажу на руку. И здесь вот такие вот золотые частички. Видите? Прям видны они. Сейчас попробую их растушевать. Ну, в общем, это такая, знаете, замануха. Ну, посмотрите, как блестит рука после этого крема. Очень даже неплохо. Золотинки я все-таки растушевала. Теперь губки я крашу. Я беру вот этот Maybelline карандаш. Он такой беспроигрышный. Maybelline. Кстати, зашла в Еву. Нет таких розовых тонов. Одни какие-то темные. Может быть, онлайн можно брать. Ну, вот такой вот. У меня номер... Номер 30. Он такой барби розовый. Хотя такой вот. Вот. И немножечко я освежаю губки своим любимым Clorans в номере. В номере, в номере. По-моему, у меня 0,7. Да, 0,7 оттенок. Такой классный. Вот такой. И дает просто влагу губам. Губы сразу смотрятся с ним объемными. Так, давайте еще про парфюмы. Только что я перебирала свои прутники и наткнулась на вот это вот... Как же назвать им ласково? Такой страшного зверя. Это... Сейчас. Томас Космола. Космола. Вот этот номер 4. Пресс Л'Амур. Я вам никогда не рассказывала про этот парфюм, но вокруг него ажиотаж, бум, всем он нравится. И вот мне достался этот пробничек. Боже мой, я его даже к себе близко боюсь подносить. Я когда-то нанесла на кожу. Я думала, просто вот мне физически стало плохо. Вот это... Если кирки... Ну, запах кирки, да. Вот этого потного мускуса. Но если в кирке еще есть на старте хотя бы, понимаете, там какая-то такая фруктовость, взрыв этой фруктовой корзины, которому все это заглушает, этот амбра деревяшки. Ну, мы все называем его мускус кирки, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То здесь никаких даже ягод нет. Это просто потный мужик в транспорте. Не спрашивайте, откуда у меня такие знания. В общем, ну, это просто безобразие какое-то. Я не знаю, на ком это может открываться красиво. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Мне прям очень интересно. В общем, Томас Космола это мой парфюмерный кошмар, собственно, как и кирки. Я веду буквально у роста ресниц. Честно говоря, я бы, если в жизни, я бы даже глаза не красила. Вот. Ну, просто обозначила глазки и я крашу реснички. Вот. Ой, хотела вам рассказать про один парфюм. Я заказывала парфюм. Вот. К своему дню рождения, который в июле будет. Вот. И туда я заказала себе пробнички парфюмов. Я не знаю, почему меня так потянуло почему-то на звучание именно мужских ароматов. Я заказала себе Versace. Заказала голубой флакон у него. Он называется Versace Eros. Вот почему-то так привлекла мне пирамида. Мята здесь, лимон. Вижу по картинке это ветивер, яблоко, какие-то цветы, древесина. Амбраксан здесь есть, бобы тонко, ваниль, ветивер. Да, да, да. Ну, в общем, пирамида огромная. Почему-то захотелось бы такого свежего, морского, с мужским таким каким-то колким звучанием парфюм. Кстати, если вы знаете такой аромат, вот по типу такого, как я описала, чтобы он вот так пах таким голубым, свежим, но не спортзальным, ни в коем случае, ни автошейфа бы, ни спортзал, да, вы поняли меня. Не таким. Чтобы он был такой колкий, как унисекс. В общем, это не он, сразу могу сказать. Ну, он довольно-таки приятный. Слетает быстро с меня, буквально 2-3 часа я его не слышу. Ну, мужской, сладковатый мужской, с ветивером, кислинка. Такой просто чистый, ухоженный мужчина. Вот именно даже он не моложавый, такой более взрослый парфюм. Ничего плохого сказать не могу, но эффекта вау меня не вызвал. Это не то, что я хотела. И вот я заказала вот такой пробник «Лэ Маль» от Жан-Поль Готье. На минуточку. Жан-Поль Готье. Покажу вам эту тушу. Статуэтку. 1995 год. Я нанесу на другую руку и делаю его. Здесь «Курбджан». Ой, я просто в восторге от этого аромата. Бери, покупай себе флакон. Это просто что-то неповерное. Мне он так понравился. Хотя он не такой свежий, как я хотела. Он... Здесь есть свежий. Здесь вот старт такого свежего бергамота. Он ванильный, пряный, свежебергамотовый. Но в нем ощущается, знаете что? Вот ощущение такое, как будто бы ты на море. Я не знаю, здесь присутствует за счет чего на море. Как будто бы соль в аромате. Я уже посмотрела и пирамиду. Никакой соли здесь не заявлено. Что здесь может давать такой соляноватый? Я не знаю. Возможно, сандал. Мне сандал дает иногда соль в ароматах. В общем, это так приятно. Это то, что я люблю, вот, например, в кулинарии. Когда очень грамотное сочетание всех вкусов. Кислого, сладкого. Так, что мне глаз попало. Кислого, сладкого, соленого. Немножко терпкого. И здесь это все есть. Свежесть, терпкость, сладость, солоноватость. В общем, сочетание всех вкусов, как вот и в, допустим, в кулинарии. Когда все вкусовые рецепторы задействованы. Вот здесь такое же ощущение у меня с этим лэмалем. Он вначале такой лаванда. Но лаванда такая не дедушкиная. 95-го года аромат. Но он настолько такой... Ну, я его могу назвать современным. Притом по-нише ему звучит. Я вам клянусь. Он такой... Лаванда, цитрусы, корица здесь. Но она так здесь не звучит неявно. Какие-то специи. Кориандр, кардамон, скорее всего, здесь. Кардамон такой пикантность придает. Немножко пыльность в этом аромате есть. И все. И здесь есть соль. То есть сладость, соль, специи, лаванда такая свежащая. Но лаванду я слышу только ярко так вначале. Потом она куда-то вот так вот уходит и рассасывается. Когда-то у нас знакомая занималась... Доктор Нона была такая... Ну, наверное, сейчас существует эта косметика. И тогда там были ароматы. И я помню, у нее был любимый парфюм. Не спрашивать, я не помню, как он назывался. Если бы я не помнила, я бы заказала. В общем, он пах вот так вот. Он как-то был сладковатый. И с определенным звучанием соли. Доктор Нона, у них там, это, израильская, да, косметика. Там у них в основном все основа соли. То есть и в ароматах был... В этом аромате была соль. Я помню, у меня даже когда-то клиентка пришла. Вот я слышала этот парфюм. Говорю, у вас доктор Нона? Она говорит, да. Я еще записывала, как он называется. Но как-то судьба была, не сложилась. В общем, вот я нашла то, что мне тогда очень сильно нравилось. И я считаю, что это абсолютнейший унисекс. Боже мой, ну хоть бери, заказывай какую-то тридцатку. Я совершенно не гуглила эти парфюмы. Просто потрясающий классный парфюм. Я его вижу даже летом. Ну не даже, а летом он классно бы звучал. У побережья, на море, у подоема. В общем, какая-то такая вечеринка на яхте. Представляете, как понравился мне этот аромат. Просто прелесть. Ай, класс. Не знаю. Серьезно говорю, посоветуйте мне, пожалуйста, мужские ароматы с таким свежим, унисексовым, немножко колким таким, возможно, даже травным звучанием, чтобы у них не уходил мускулиность. Так, смотрите, что я себе купила. Я заказала, не заказала, а зашла в Еву, купила ламель Диана Суворова. Я посмотрела ее видео, она так делала презентацию вот этой новой серии розовенькой ламель. Я посмотрела там тени, но я тенями так обильно не пользуюсь. Вот, посмотрела, там классные из подводки. Голубую чуть не купила, но я просто не знаю, куда мне голубую. Ну, она такая слишком, слишком голубая. У меня еще есть вот эта от Пупа, электрик синий такой вот. Она мне больше нравится. Вот, здесь такой темный, ну, как бы электрик, а там прям такая голубенькая подводка. Ну, не знаю, может быть, вторым каким-то слоем, но я не стала маскаратить. А что я купила? Я купила ламель. Это такая штучка, она предназначена для эффекта влажных глаз. Я его наносила на глаза. Сейчас я вам покажу. Мне не понравился эффект, потому что, ну, как-то, знаете, липко на глазах. И так жарко, и так, господи, у меня еще и челка, еще что, глаза были липкие. Мне не понравилось. Смотрите, такая вот штучка. Видите, как она блестит? Это просто прозрачная такая гелевая субстанция. Я сейчас покажу, что я с ней делаю. Купила ее исключительно потому, что в Мак была такая лимитированная история, но она была тоже такой же самый блист, только он был в разных тонах. Мне тогда понравилась очень розовая. Я вот так наносила на щечки, такой просто ухоженность, такая вот эта лощеная, такой эффект был точно такой же. Просто я уже на румянах разношу вот эту прозрачную ламельку, она в одном цвете там. И я, смотрите, что делаю. Я беру и вот так вот наношу. Просто на румянах. Вот видите, и идет вот это вместо хайлайтера идет просто живость, живость кожи. Ну, тут надо, конечно же, я иногда даже сюда наношу, эта часть декольте я сюда наношу. И тоже такой перелив на ручки, руки тоже блестят так красиво. То есть эффект такой ухоженной, холеной, увлажненной кожи. На видео я вижу, вам видно. И он довольно-таки, вы знаете, комфортно, я себя с ним ощущаю. Он не застывает, он и есть такой вот как бы жирненько липкий, но мне совершенно с ним комфортно. Вот на глаза я не наношу, мне показалось это ужасно. На губы наносила более-менее тоже такой эффект зеркала, вот зеркальный такой эффект. Ну, в общем, вот так вот я очень, кстати, жалею, что я тогда не купила мак, но мак стоил, то есть если эта штучка стоит там до 200 гривен, то мак стоил в 10 раз, в 5 раз дороже. Ну, как-то так. Я не купила, но рада, что есть такие бюджетные заменители, потому что такая история, это баловство. Я сейчас балдею от такого эффекта. И он совершенно прозрачный. То есть можно даже и без румян его наносить. Так, и последний, да, я хочу вам показать парфюм, который я вам уже рассказывала. Он у меня был в подборке каких-то там ароматов, и мне он показался совершенно обыденным. Думаю, говорю я про амуаж, ашор. И мне такое бывает периодически. Я подхожу к парфюмам, к пробникам и наношу их на себя. Послушайте, я пришла просто в какое-то умиление от этого парфюма. Ашор – это белоцветочная история. Я не смотрела в пирамиду, я не знаю, написано здесь или нет. Он однозначно на букет белых цветов. Солирующий здесь жаснин. Притом стартует он даже немножечко с таким легкой вдольностью. Боже мой, это так приятно. Легкой вдольностью. Здесь, не знаю, возможно, я вам ставлю пирамиду, чтобы вы посмотрели. Ни такое белоцветочное. Как же это красиво. И я поняла почему. Белые цветы, такие как жаснин, тубероза, гордения. Гордыния по-разному бывает. Вода нам, бывает гордыния зимняя. Но очень часто вот эти первые, тубероза, илан, кстати, тоже. Тубероза и жаснин потрясающе носятся летом. Вот они в жару именно, в жару просто раскрываются каким-то очень сексуальным, манящим вайбом таким. Это что-то невероятное. Я вот этот пробник сейчас положу себе в сумочку, немножечко здесь буду носить его с удовольствием. Ну, в общем, рассказала-показала, чем сейчас я пользуюсь. И сейчас немножечко еще вытяну челку, включу кондиционерчик и буду снимать вам ароматы в третью часть, потому что там такой самый-самый смак остался. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие мои видео. И я надеюсь, что он очень скоро с вами будет. Викит, смотри, как она шелкуется. Угощайся. Она такая размером полладушки. Три шелковица и наелся. Субтитры сделал DimaTorzok